Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Путин говорил о исторической принадлежности Крыма к России, как он сейчас говорит о том, что Сталин подарил Польше земли. И речь идет о том, что Путин сделал сейчас в войне, превратив Азовское море во внутреннее море России. И обеспечив такой сухопутный маршрут к Крыму, Калининград, Калининградская область, Анклав или Эксклав, кому как больше нравится говорить. Именно Сувалкинский коридор отделяет империю от ее Анклава. И Путин может попробовать. Ведь я хочу сказать, что далеко не факт, что это так, далеко не факт. Но путинские идеологи типа Сергея Караганова или, прислушиваясь сейчас в этот список Дмитрия Тренина, например, они все время рассказывают о том, что пятый пункт устава НАТО больше не работает. И я думаю, что они захотят попробовать это проверить, могут захотеть это проверить. Тем более, что, в принципе, Путину свойственно выходить из больших проблем, а ведь у него большие проблемы. Он не может показать победу в Украине никак никому, потому что ее нет. Он завяз, он завяз в войне. И для него типичное решение проблемы – это перевод стрелок и интернационализация конфликта и перевод ситуации, то, что говорят в Думе, в большую войну, то есть создавать вещи своими именами, в третью мировую войну. Когда уже очень многим людям, особенно на Западе, западным политикам, которые и без того говорят, что так важен мир, ой, как важен мир, ужасно, что люди гибнут каждый день, и надо все-таки Украине как-то подписать мирный договор с Путиным, мирное соглашение, бог с ним в территории, лишь бы люди не погибали, вот это вот все, вот тогда уже они будут вопить, что бог с ним вообще с Украиной, давайте теперь как-то попытаться уберечь Польшу и вообще западный мир, и пусть забирает Украину, такое может быть, к сожалению, может. Ну, пока, знаете, это какие-то подготовку к каким-то провокациям напоминает, да? Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Посмотрим, и будем надеяться, что до этого страшного сценария, драматического, трагического сценария, а главное, очень неправильного сценария не дойдет. Почему-то, я не знаю, почему прекрасно душные, прекрасно душные не все, далеко не все, но вот Путин-Ферштейры, да, пониматели Путина, настроены на то, что давайте бросим Путину какую-то косточку с мясом, и он на этом успокоится, а не перейдет в атаку дальше. Почему-то они не верят в то, что Путин может удовлетвориться сначала Крымом и Грузией, давайте не будем забывать, еще 20% в Грузии Путин оттяпал. И удовлетвориться Украиной, а не пойдет дальше. Ведь, по-моему, очевидно совершенно, что Путин бредит о своем мировом господстве. Да, там аппетит приходит во время еды, как раз, это тот случай. И это очень опасная ситуация для всего мира. Мне кажется, надо каждый день рассказывать о том, объяснять, что ни пяди украинской земли не должно достаться Путину, поскольку это только укрепит его безнаказанность. Он будет дальше понимать, что Крым съели, и Мариуполь съедят, и Харьков съедят, и сейчас еще и Польшу съедят. И так будет дальше до бесконечности. Надо это было останавливать еще в 2008 году с Грузии, не говоря уже в 2014, а уж сейчас, когда весь мир видит, с кем он имеет дело, останавливать его сейчас. И закрыть, черт возьми, небо над Украиной. Потому что читать каждый день сообщения о попадании очередных ракет в мирные дома, в Кривом Роге или в Харькове, или в Днепре, или... Ну, это просто невозможно уже. Это просто невозможно. Закрыть небо над Украиной и дать, в конце концов, реальный и решительный отпор. Почему за безопасность всего мира, всего человечества должна сражаться и жертвовать только Украина? Нет, это дело всего мира. Остановить человека, который бредит о мировом господстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин